всем привет привет доброе утро погода у нас немножко испортилась на улице накрапывает дождь и всего 12 градусов честно говоря прохладно времени 7 утра и пора собраться в школу 7.30 дети должны выйти пойду пойдите солнышко доброе утро привет привет будем снимать как ты собираешься школу зайка привет привет времени 7 пора вставать поддержите нас пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал так начинаем готовить с собой сэндвичи обязательно фрукты сегодня будет апельсинчик пока готовлю детям апельсин школу отвечу на вопросы которые мне задали по предыдущему видео государственной школы на кипре и так когда начинается учебный год как распределяются каникулы учебный год начинается со второй недели сентября это связано с жарой которая еще продолжается после августа на кипре и заканчивается 19 июня соответственно каникулы есть летние примерно два с половиной месяца также две недели зимних каникул с 23 декабря по 7 января и две недели весенних каникул пасхальных это одна неделя до пасхи одна неделя после пасхи в общей сложности примерно три с половиной месяца дети отдыхают классе не должно быть больше 25 учеников у нас в одном 23 классе в другом 24 родители между собой общаются по желанию в этом нет необходимости родительский комитет есть только от школы которые организуют какие-то мероприятия и помогают школе деньги мы не сдаем постоянно и на подарки не скидываемся если мы хотим мы можем сами принести цветы учителю нет значит нет все что необходимо для обучения школа выдает бесплатно как я уже говорила и учебники и даже некоторые констовары в общем все организовывается за счет министерства образования кипра если школе организовывается экскурсия для детей то могут попросить родителей сдать по 2 евро на автобус но дети сами приносят и отдают деньги учителю вот и все следующий вопрос по поводу классного руководителя до классный руководитель есть и каждый год он меняется все вопросы возникающие по обучению ребенка можно с ним обсудить во время локдауна по телефону а так в принципе есть приемные часы классный руководителя можно записаться и прийти лично обсудить все возникающие вопросы следующий вопрос как определить ребенка в государственную школу как я уже говорила образование школьное на кипре является обязательным поэтому если вы проживаете на кипре то вы приходите в кабинет министерства образования и предоставляете документы это свидетельство рождения ребенка ваш паспорт и договор на аренду или владение недвижимостью заявление о том что вы хотите чтобы ребенок учился в государственной школе и счет за электричество или заводу чтобы доказать где вы проживаете вас обязаны определить в районную школу по месту жительства если мест не будет могут определить соседнюю сейчас ввели новое правило что необходимо владеть с минимальным уровнем греческого языка а также если этот ребенок идет в первый класс необходимо знать цвета цифры дни недели доброе утро аренчик вот эта школьная форма серые штанишки кофточка и белая футболочка с рукавами ариночка одевай пока обувь каждому свой чай андрей любит ромашковый арина любит фруктовый русская гречка покупаем обычно в русском магазине правда бывает и продается что и в альфомеге и чуть-чуть вот так оливкового масла это не чай не горячий это дома холодно так отрубную хлеб чуть-чуть маслица и вот так сыр андрей сэндвич в таком виде сейчас покажу как арина киприоты не очень любят корочки отличать нас русских и арина также как киприотский ребенок приятного аппетита корочки на сэндвичи не ест вот так арене сэндвич отрезаем кто будет успевать школу к чаю дам вкусняшку апельсинчики сэндвич водичка и сок на одну перемену сок с сэндвичем на вторую фрукты иногда они сэндвич с водичка а сок на третью перемену чаем по одной палочке дети вы знаете что времени половины вам надо выходить школу алё ты делаешь ты греешь твикс все упаковали в отдельный портфельчик давайте посмотрим сколько весит аринин портфель 8 и 3 килограмма весит портфель у арины это без ланча ланч еще не клали 8 и 9 килограммов весит портфель у андрея первых почему-то два пенала безумное количество папок учебника здесь тоже сейчас покажу носит школу просто все математика математика и напомню что все учебники детям выдают совершенно бесплатно в государственных школах вот еще один греческий вот это все книги на сегодня марина берет школу чтобы успокаиваться чтобы успокаиваться что в этом делать любую свою вещь любую свою любимую вещь чтобы успокаиваться что это нервничать ну когда например вас ударили и ты хочешь ударить а это неправильно и вы понимаете три пальца и можете взять боже мой какой ужас что вы ударяют вчера утром было 12 градусов но к 12 часам дня температура прогрелась до 20 19 или 20 градусов но сегодня она не прогреется будет также моросить дождь и останется 14 градусов всего весь день будет такая погода пасмурная зонтик классно конечно а портфель и все лучше зонтик открывать уже на улице пока солнышко хорошего дня спасибо за просмотр поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на наш канал